Вы знаете, я на улице уже провожу акции и собираю людей почти 17 лет. И я, как уличный командир и политик, всегда привык делать четкое целеполагание. Куда, сколько и чего я хочу добиться. Вот пока все, что делали те люди, которые объявили себя лидерами оппозиции на сегодняшний день, у них либо цели такие, что их никто понять не может, либо они сами не знают, что делать. Первая акция на Болотной площади имела для меня абсолютно понятную цель. Но тот формат, с которым она прошла, он закончился. Люди вышли и сказали там, Путин, уходи. Честные выборы, отмена результатов. Чуров, уходи. И они высказали эти лозунги. Ничего не произошло. Потом провели следующий марш, следующий марш, следующий марш, следующий марш. Все. Повестки нет. Должен существовать механизм. То есть акции неповиновения народного, профсоюзы, забастовки, еще что-то. Но какой это дальнейший механизм? Если этого всего нету, давайте поймем, какие могут быть акции. То есть их всего как бы два формата. Первый – это мирный формат. Когда вы каждый раз, наращивая людей, повестку, заставляете все большее количество москвичей выйти. Этого не происходит. И второе – это вариант столкновения. Когда вы готовы пожертвовать, рискнуть своей свободой, своей жизнью, открыто выступив против власти и открыто начав силовое противостояние. Для этого, конечно, там будут жертвы, будут столкновения, будут потери. Но это понятный путь. Вот то, что сейчас происходит в Европе, когда люди добиваются своего права, казалось бы, в свободной демократической Европе, столкновения полиции с сдачевым газом и так далее. Если же ваша цель – просто заниматься акциями ради акции, самопиаром, там, легализацией в СМИ, тогда все ясно. Но вот мне непонятно. Вот, например, те столкновения, которые случились 6 мая на Болотной, то есть они были спрогнозированы или нет? Если да, то зачем людей завели на остров, чтобы потом героически прорвать узкий мост с полицейскими? Это невозможно было. Если они были неспрогнозируемыми, то куда они тогда нас ведут? Я потому что понимаю, что вера тех людей, которые выходят на улицу, она очень быстро закончится. Люди не могут выходить и требовать того, что не делается. То есть если нет подвижек, значит, придумайте что-нибудь новое. И, к сожалению, те люди, которые называют себя лидерами оппозиции, этого сегодня не предлагают. А, соответственно, мы можем сколько угодно назначать акций, власти будут их согласовывать, перекрывать садовое кольцо, нагонять сюда тысячи ОМОНовцев и все. Но нам-то зачем это все с вами? Мы-то хотим результаты перемен.